Сегодня на уроке мы с вами напишем письмо Дедушке Морозу. Но оно будет необычное. Не с просьбами, а с пожеланиями. На уроке русского языка в 4-м Б-классе творческое задание. Написать письмо с пожеланиями сказочному зимнему волшебнику нужно красиво и грамотно. Чтобы оформить послание, дети взялись за цветные карандаши и фломастеры. И вот на бумаге появились узоры, снежинки и ёлочные украшения. Я решила оформить это письмо красочно, чтобы Дедушка Мороз открыл это письмо и улыбнулся. И у него было хорошее настроение. Затем все письма упаковали в конверт. И через нашу съемочную группу передали волшебную резиденцию белгородского Деда Мороза. Вот вам наши письма. Передайте, пожалуйста, Дедушке Морозу. Обязательно передам. По традиции, каждый год в 44-й начальной школе детском саду в день рождения Деда Мороза начинает работать новогодняя мастерская. На уроках технологии дети своими руками создают украшения и подарки к празднику. Сегодня повод особый. Самые лучшие работы получит Дед Мороз. Юные мастерицы потрудились, что называется, на славу. Заготовки из бумаги и картона в считанные минуты превратились в сказочных персонажей. Хорошо, можно здесь немножечко лицо подрисовать ему даже, чтобы он веселый. Поделок получилось много, а потому было решено оформить большую посылку. Картонная коробка наполнилась быстро. Остались последние штрихи. Добавить имя адресата и готово. Забираем подарки с собой. Здесь же записываем видеообращение к зимнему волшебнику. Дорогой Дедушка Мороз, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать долголетия, чтобы ты долго-долго радовал нас своими подарками в Новый год. От всей души тебя поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни. Милый Дедушка Мороз, поздравляем с днем рождения. Этот праздник особый для нас. Смотрим с радостью и восхищением на подарки твои всякий раз. Мы с любовью и трепетом в сердце ждем тебя. Приходи в Новый год. Мы хорошо вели себя и в том году, и в этом году. И приготовили хорошие подарки для Деда Мороза. Мы думаем, что он нас тоже отблагодарит. Ты самый добрый, самый сказочный волшебник. Спасибо тебе за тот праздник, который ты приносишь в каждый дом. Каждый год 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Правда, точно неизвестно, сколько лет волшебнику. Бытует мнение, что не меньше двух тысяч. В этот день на его родине в Великом Устюге собираются все друзья и помощники именинника. И зазывают зиму вступить в свои права. А мы пришли поздравить Белгородского Деда Мороза. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, моя хорошая, здравствуй. С днем рождения, вот мы пришли тебя поздравить. И подарки принесли от учеников начальной школы детского сада номер 44. Да что ты говоришь, вот ж неожиданность. Я всю жизнь сам подарочки раздавал, а тут и сам подарки получать могу. Белгородский Дед Мороз уже приступил к предпраздничным хлопотам. И пока его знаменитую шубу обновляют в волшебной творческой мастерской, дедушка читает письма и спешит открыть посылку. А красота-то какая! Вот-то радость великая! А я все думал, чем же мою волшебную елочку-то украшать? А здесь, ой, и внученьку мою Санегурочку не забыли. Восхищенный приятно удивлен. Это единственный день в году, когда поздравления и подарки получает сам Дед Мороз. Но совсем скоро у него начнется не по-зимнему горячая пора. Его ждут в каждом доме и с надеждой на чудо. Самое главное, то что я вручаю подарки всем. Но мне больше всего приятно вручать подарки послушным деткам, которые слушаются родителей и все-все выполняют. Это так приятно. Ну а коль не слушался немножко, пожурю его чуть-чуть. Ну и надеюсь, что в следующем году исправится. До Нового года осталось чуть больше месяца. А это значит, еще есть время, чтобы загадать свое сокровенное желание и поверить в то, что оно обязательно сбудется. Год прошел, а это значит, скоро всем вам принесет счастье, радость и удачу этот Новый, Новый год. Дена Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.